Очень часто мы хотим разбить на несколько колонок наш текстовый контейнер. Для этого мы обращаемся к другому диалоговому окну. В меню Type – Rare Type Options – Текст – Опции абсасного текста. Здесь первым делом мы задаем нужную ширину, допустим, 180 мм, и нужную высоту, допустим, 260 мм. Далее, для разбиения на несколько колонок, мы обращаемся к полю Columns – Колонки. Number – Количество колонок, превью сразу, включу. Number – Количество колонок, сколько вам необходимо. И Gutter – Расстояние между колонками. Пожалуйста. Что касается рядов, Rose, как правило, мы не трогаем, потому что ряды разбивают текст на несколько участков, не учитывая, где начало и где конец этих абзацев. Поэтому ряды мы не трогаем, в основном с колонками работаем. Колонок – 2, расстояние 7 мм. Что касается Span – это ширина каждой колонки. Если нас интересует ширина основного контейнера, то ширину каждой колонки мы уже не трогаем. Какая она получается при таком количестве колонок и расстоянии между ними. Ширина каждой колонки меняется по-своему. И здесь еще одна очень интересная функция – Inset Spacing – отступы со всех сторон, причем равномерные отступы слева, справа, сверху, снизу, что очень часто мы делаем. Пожалуйста, отступы со всех сторон. Есть еще команда «Отступ только первой строки», учитывая верхний элемент или нижний элемент, или высоту заглавной буквы, но это довольно резко используемая команда. Обычно мы отступы задаем со всех сторон через поле Inset Spacing. Очень хочется таким текстом обтекать какую-то фигуру или даже фотографию. Чтобы абзацный текст обтекал фигуру или фотографию, мы фигуру, фотографию ставим строго на передний план. Я сейчас специально O-Pazit немножко уменьшу, чтобы вам было лучше видно. Звездочка на переднем плане. Выделяем строго только объект, только звездочку и в меню «Объект» выбираем команду «Text Wrap – Make». Обтекание текстом – «Задать». Звездочка уже обтекается. При желании звездочку мы можем переместить в нужное место. Она все время будет обтекаться, но посреди колонки мы не оставляем звездочку. Это не смотрится корректно, да и читатели на нас обидятся. Поэтому либо мы ставим в уголок, либо между колонками. Левая колонка обтекает слева, правая колонка обтекает справа. Если вы передумали и не хочется обтекать, вы идете тем же путем, но на сей раз выбираете «Релиз» – «Отмена». Я не хочу отменять, пусть будет обтекание. Я хочу изменить расстояние между звездочкой и текстом. Чтобы изменить расстояние, мы идем тем же путем, но к команде «Text Wrap Options» – опцией «Обтекание текста». Включаю «Preview» и в поле «Offset» выбираю нужное расстояние между текстом и обтекаемым объектом. Не рекомендую выбирать команду «Invert Wrap», «Инвертировать обтекание», так как вокруг текст уже исчезает, не обтекает, а он попадает на задний план, позади звездочки. Это даже как эффект не смотрится. Поэтому, да, есть, но это неинтересно. Просто задаем расстояние между объектом и текстом. Далее. Если есть такая необходимость создавать какие-то списки или хотя бы календарную сетку, очень рекомендую воспользоваться табуляциями. Есть на клавиатуре клавиша «Tab» и с помощью этой клавиши мы можем перемещать курсор на одинаковые расстояния в правую сторону. Например, календарная сетка для какого-то месяца. Беру первый текстовый инструмент, рисую контейнер и начинаю ввод текста. Допустим, понедельник. Хочется перемещать курсор в правую сторону. Нажимаю на клавиатуре клавишу «Tab» – табуляция. Вторник – табуляция. Среда – табуляция. И так далее. После каждой фразы я набираю табуляцию, кроме воскресенья. В воскресенье после него уже «Enter», чтобы перейти на следующую строку. Далее мы сделаем все то же самое. «Tab» – таб. Допустим, месяц начинается с четверга. Добираемся до четверга и набираем единичку. Табуляция – двоечка. Табуляция – три. Табуляция – четыре. После последнего столбца, конечно, нет смысла куда-либо двигаться. И так далее. То есть такой способ получения каких-то списков не обязательно календарной сетки, но и любого другого списка. Можно воспользоваться таким способом, то, что вы знаете наверняка из программы Word. Я здесь ошибку сделала. «Enter» и так далее. Но давайте попробуем воспользоваться скриптом, потому что есть такой календарный скрипт, который за нас, можно сказать, всю работу делает. Ну что же. Скрипты мы запускаем через меню «Файл», «Скрипт» и «Одер скрипт». «Контрол ф-12». Календарный скрипт, все у вас есть. Вы можете запускать, пожалуйста, любым способом. «Контрол ф-12». Мне кажется, надо бы запомнить эту клавиатурную комбинацию. И запустить календарь «Премейкер». Это JavaScript. Открыть. Дальше идёт вперёд. Всё очень-очень понятно и логично. Хочется делать календарь, допустим, для 2017 года. Ок. Для всех 12 месяцев. Ок. Название дней недели в сокращённом виде. Ок. Все праздники вы можете добавлять, соблюдая эту же формулировку. Пожалуйста, вы это всё можете добавлять или удалять что-то. Например, очень уж хочется добавить 23 февраля. 23 февраля. Добавляю 23 слэш 2. И после этого запятаю. То есть всё это мы соблюдаем и идём вперёд. Создаётся макет нестандартной формы. Это такой вытянутый, такой вертикальный макет нестандартной формы. И предлагается редактировать цвета через swatches. И редактировать, значит, символы через character. Ок. Первое, что я сделаю, я зайду в артборд. И, конечно, более стандартный формат для календаря выберу. А третий формат. И выйду уже отсюда. Единственное неудобство – это то, что каждый символ в отдельном контейнере находится. Ну, ничего страшного, я думаю, если мы аккуратно всё сгруппируем, то очень легко будет работать с этими календарными сетками. Всё, добавить любые уже иллюстрации, любые фотографии и форматировать должным образом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!